Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий. Но я надеюсь и верю, что сегодня наконец-то состоится продолжение истории о предприимчивом хлопце Миколе, и никто и ничто нам не помешает продолжить нашу историю. В прошлый раз Микола отправился на ярмарку, чтобы купить колесо для телеги. Но по пути он встретил своего давнего друга Сергудю. Сергудя говорит Микола бы да, пропал Афанасий. Да дайте искать, да дайте искать. А Афанасий это их третий друг. И они пошли искать третьего. По пути, чтобы скоротать немножко дорогу, чтобы было идти веселей, они немножко, немножко злоупотребили. Потом еще чуть-чуть, потом еще немножко. В общем, до Афанасий они добрались изрядно уставшие. Ну а тут на радостях еще и еще. В общем, Микола проснулся поутру в обнимку с бревном. Ничего не помнит, голова кружится, вокруг все кружится, ничего не понятно, что происходит и куда идти. Единственное, что он видит, это свою жинку. И все, больше ничего. Но разработчики, разработчики поправили здоровье Миколи. И сейчас должно, должно что-то получиться. Поэтому продолжить нашу историю. Дошел. Дошел. Дополз. Дошел Шимикола на путре поутру. Голова трещит. Ничего не помнит. Перед глазами все, как в тумане. Дошел. Дополз. Добрался. Ох, ты, мошки, мошки, с тяжестью в голосе пробормотал Микола. И причудится же такое. Да, перебрали мы вчера, однако, с Сируней до Афанасием. Ну сейчас начнется. Микола недовольно встретила мужа жинка. Где ты шлялся? Да, друга старого повстречал. Сируню невнятно пробубнил Микола. Он попросил меня помочь ему Афанасий найти. Тот пропал куда-то. Ну вот и помог. Не бросать же в беде. Друзья же как-никак. Вижу я, как ты ему помогал. В голосе слышалось раздражение и язвительность. Устали поди сильно. Не ругайся, жалостливо стал умолять Микола. Это ж друзья мои. Знаю я этих твоих друзей бездарей, не унималась жинка. Ты колесо, надеюсь, купил? Нет. Микола старался придать голосу больше трагичности. Некогда было. Друга спасали. Как нет? Жинка все больше распалялась. Как мы теперь на пасеку за медом поедем? Он же пропадет, если его не собрать. Не ругайся. Как можно ласковее стал уговаривать Микола. Я сейчас на ярмарку за колесом мигом. Туда и обратно. Слышала я это уже вчера. Супружница продолжала сердиться не на шутку. Обещаю. Микола говорил все с большей уверенностью. Туда и обратно. Ну ладно. Немного смягчившись, согласилась женщина. Беги. Туда и обратно. В общем, у нас вторая попытка дойти до ярмарки и наконец-то купить колесо. Друга спасали. Друга, говорит Микола. Ну, видишь, какая жина. Жинка понимающая попалась. Ну что ж, пойдем на ярмарку. Только вот сейчас я вижу, что этих субтитров-то нету. Они, по-моему, были в прошлый раз, если я не ошибаюсь. По-моему, были, да? Полкан. Были или нет? Молчит. Значит, пойдем на ярмарку. Пойдем на ярмарку. И я не вижу инвентаря. Может, у меня его просто нет сейчас. Ну, надеюсь, все получится. Надеюсь, мы в этот раз дойдем. Если да, ничего. А, подожди. Путь на ярмарку. Путь на ярмарку. Лежал же через этот плетень. Нужно найти мою калитку. Ее в прошлый раз долго искал. Долго ползал здесь по двору, не мог найти. Вот же, да? Вот-вот-вот. Теперь мне осталось вспомнить, как нам проходить на пробелчик. Если, если попадется Сергуня опять на пути. Если попадется, надо как-нибудь от него отвертеться. В общем, не соглашаться ни на какие уговоры. Ярбарок. А как пройти до Ярбарок? А-а-а. Ух ты ж. Тут тебе и морковка, и огурцы. Сколько всего. И бедок. И колбаса, и свиная голова. Молочище, криндельки. Тут тебе и кукуруза, и еще чего-то, да? Могут подковать. Может, в тир, а? Может, выиграем чего? Похоже, нет. Три осела. Тут тебе и наперсточек. Надо будет с жидкой прийти портрет тоже себе нарисовать на память. Свежий. Я не понял, а где колесо продают? Подожди. Что-то мне показалось, я с кем-то. Нет, это фотографируются. Бедная женщина. Вся пила уже в крови. А он все равно старается, да? Фокусник. Шулер какой-то. Шулер. Шулер. Ничего себе силач. Нет, тут висели, конечно, полным ходом. Дрессированные медведи. Где колеса продаются? Я не пойму. Где продаются колеса? Цыгане. Ну и чего? И чего? Я уперся в какую-то телегу. И дальше пройти не могу, да? Ну, здрасте, пожалуйста. Я опять начинаю переживать. И с кем мне поможет мне с кем-то поговорить? С медведем? Где колесо-то искать? Началось. Не, ну клоун мне явно не поможет. Может мне вот в этих, в три осла нужно зайти, а? А почему бы нет? А почему бы и нет? Ну, злачное, мне кажется, место, но я даже и зайти туда не могу. И чё же делать-то? Чё делать? О, петушок на палочке. И чё? Слушай, ну у меня нет инвентаря. Абсолютно нет инвентаря. Что мне делать, я даже не знаю. Может, конечно, с кем-то поговорить. Я буду останавливаться тогда у каждого. Может быть, что-то произойдёт. Может, у этой болочницы? Без дико? Тоже нет. Здесь ничего нет. Хм. Да уж. Мне кажется, какие-то сложности непредвиденные возникли. Подожди. Тир. Тир. Тир, 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 тир. Шарик раз. Может быть, сейчас мы, знаешь, сколько? Сколько? Двадцать три выстрела. Почему бы и не пострелять? Может, заработаем приз какой-нибудь для жинки? Вот будет ей радости. Давай, шарики. Все без промаха просто. Без промаха будем стрелять. Есть. Давай, около этих птичек. Ниже, ниже, ниже. Странно. И не дрожит же рука, да? После вчерашнего у Сергуни. Ой, у Сергуни. Вспомнился мне этот Сергуни. У Беколы. Вспомнился. Встречу, значит, ещё его. Давай, опускай. Опускай ниже. Ниже, я тебе говорю. Не, всё-таки зря я говорил, что не дрожит. Дрожит не дорого. Мельница. Раз. Давай в сову ещё за сандалем. Есть. Давай в лося этого. Молодец. В зайца. Есть. Есть рыбёшку. Отлично. Может быть, ещё сюда? Взбили этот календарик. Так, хорош. Медведи. Постой. Есть дятел. Ну что, можно вот сюда ещё пострелять, да? Подожди. Я не знаю, я... Так, есть меточка. Есть мимо. Ну, в общем, у меня четыре выстрела, и я, мне кажется, я... Если это очень важно, то я всё не выполню. Но мне кажется, это просто так. Хотя, это не точно. Может, в напёрстке? Мужичок! А? Мужичок! Задорно зазывал крепкие детины со стаканчиками. Угадай, где шарик. А я тебе денег дам. А если не угадаю, я тебе дам. Услышав про деньги, Микола заинтересовался. Ну, давай, попробуем. В общем, я думаю, что подозреваю, что не куплю я сегодня колеса. Подожди, а где шарик-то был? Вообще, шарик-то был или нет? Киду так... Ну, не знаю. Давай здесь. Шарик. Ну. Ого, выиграл? Ну ты, мужичок, везучий. Да тебя ещё никто не угадывал, удивился детина. Вот, держи монетку, как и обещал. Всё, мы попались на крючок. Ого, спасибо, обрадовался Микола. Давай ещё раз. Ну всё. Уйдём мы в этих, в одних труселях. А я думаю, почему Сергудя был там в труселях? Наверное, он на перске играл. Ты меня не разори со своей удачей. Так где, почему шарик изначально должен хотя бы показать, под какую эту самую стаканчик он кладёт-то его? Ну и что теперь? Ну, допустим. Ой, опять повезло, обрадовался Микола. Опять выиграл, воскликнул детина. И изобразил неподдельное удивление. Не, мужик, ты, наверное, колдун. Или какой-то секрет знаешь. Так легко выигрываешь. На, держи ещё монетку. Микола, наверное, сейчас подумает. Конечно, секрет знаю. Приврал Микола. Опьянённый удачей и звоном монет. А ещё, можно? Микола думает. Ну, так интересно возразил детина. Да что ж такое. Давай по-честному играть. Если угадаешь, то я тебе деньги плачу. А если ты угадал, то ты мне платишь. Всё по-честному. Хорошо. Давай. Вошёл в раж Миколы. Я согласен. Давай быстрее играть. Ну и где? Пусть такая, что же. Ой, да как же так. Все деньги, которые таким трудом для банка копил, всё проиграл. Оставалось-то совсем малеха поднакопить, и можно было хутор спасти. А теперь... Эх-хе-хей. Продолжение следует. Продолжение следует. Так это получается и всё. Вот этот маленький крохотный кусочек. Вот как обидно. Микола, ну ты вообще... Я не знаю, как тебя назвать. Как тебя назовёт жена, я тоже не представляю. Ты профукал все деньги, которые мы с таким трудом с тобой зарабатывали. Я столько с тобой времени провёл. Я столько с тобой намучился. Не знаю, как тебе обидно или нет, а мне ужасно. Ужасно обидно. Все деньги. Ну, хоть с колесом пошёл домой, ну надо же. Ну что ж, остаётся только ждать. Остаётся только ждать продолжения, которые разработчики обещают в скором времени выпустить. Ну и я надеюсь, что не будет никаких мелких этих недочётиков, которые будут мешать нашему прохождению. Ну что ж, вот и всё. Спасибо, что смотрели и пока. До новых встреч. Сам не ожидал. Пока. Субтитры подогнал «Симон»